Сегодня у нас грузинская кухня. Та-да-да-да-да-да-да. Готовим харчо вместе. Смотрим, друзья. Всем привет, друзья! С вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. И сегодня у нас грузинская национальная кухня. Суп с интересным названием харчо. Я не так часто его готовлю, но когда готовлю, все мои семейные очень радуются. Потому что суп очень вкусный. Для меня он отличается в особенности тем, что готовится из простых элементарных ингредиентов. Видите, да, все, что здесь на столе есть. И заморачиваться слишком. Не нужно, он готовится быстро. Все элементарные принципы я расскажу в данном видео. Посмотрите, да, вот что у меня на столе. Говядинка, друзья, у нас здесь полтора килограмма. Вообще традиционно этот суп готовят из говядины. Посмотрите, да, здесь очень много мяска. Тем не менее, здесь есть кость. Кость обязательно нужна для вкусного, сытного наварчика. И жирок тоже должен быть. Вот такая вот у нас говядинка. Очень красивая. И она будет нежной, если мы ее правильно сварим. Друзья, первое, что мы делаем, мы набираем 5-литровую кастрюлю воды. На полтора килограмма нам надо будет 5 литров. Вот такой вот кастрюльки воды. Но мы меньше наберем. Наберем вот где-то чуть больше половины. И ставим нашу говядину вариться где-то минут на 30-40. Далее я покажу, что делать надо. Друзья, говядину поставили вариться. Сейчас приступим к луку. У нас вот такая вот большая головка лука. Лука должно быть хорошо. Хорошо. Нарезаем вот таким вот способом, полукольцами, лук. Нам надо будет его нарезать, естественно, еще мельче. То есть наблюдайте, я покажу. Тоненько-тоненько нарезали полукольцами лук. Сейчас смотрите, как я его режу дальше. То есть разворачиваете досточку, развернули досточку. И вот так вот меленько-меленько шинкуем. Продолжаем шинковать. Друзья, я понимаю, что лук ест глаза. Важно не торопиться, а нарезать его мелко. Лук нам даст желейность. То есть он, нужные свойства нам даст в супе. Мы его будем обжаривать, делать из него зажарку. Поэтому здесь нужно меленько-меленько, как я показываю, нарезать. Режем дальше. Чтоб еще мельче его сделать, друзья, вот такой способ тоже очень хороший. Придерживаем ножичек с одной стороны кончик. И вот таким образом шинкуем. Разделали с лучком. Сейчас беремся за помидорки. Нарезаем их тоже, ну, ни крупно, ни мелко. В общем, смотрим, как нарезаем. Сначала вырезаем вот эту вот часть. Разрезаем пополам. Затем ставим вот так вот. И полукольцами вот такими небольшими режем помидоры. На полуколечки разрезали. Затем разворачиваем вот так вот помидорчик. И еще на раза два-три вот таким вот образом разрезали. На такие кусочки. Разобрались с помидоркой. Сейчас берем зелень. Зелень у нас здесь петрушка, укроп и лук. Можно добавить кинзы. Это уже на ваше усмотрение не так важно. Берем вот так вот зелень, сгибаем и шинкуем ее тоже мелко. Вот таким вот образом, друзья, меленько-меленько шинкуем нашу зелень. Придерживаем аккуратно пальчики. И нож должен быть острый. Очень удобно работать с острым ножом. Теперь так же, как с лучком, придерживаем кончик. Ножик это помогает, кстати, не порезать свой. Очень удобно так шинковать. И меленько-меленько вот так вот нарубаем. Но тупым ножом это делать очень неудобно и неприятно и хлопотно. То есть надо, чтобы нож был очень остро наточен. Этап подготовки ингредиентов у нас закончился. Сейчас где-то минут 30 поварится говядинка, наше мясо. И я покажу, что нужно будет делать дальше. Но это будет возле плиты уже. Наше мяско кипит здесь. Мы никуда далеко от него не убегаем. Смотрим за ним. А смотрим, что именно. Вот эта вот лишняя пена, которая появляется, мы убираем шумовкой. То есть вот такой вот штучкой с дырочкой. Берем шумовку и убираем всю лишнюю пену. Она нам не пригодится. Посмотрите, сколько скопилось у нас пенки. Мы ее аккуратненько вот так вот берем и убираем. Потому что она нам не пригодится, повторюсь. Это очень важно. Следите за этим. Убираем ее прочь отсюда. Пенку всю лишнюю убрали. Она, кстати, образуется где-то 5 минут, когда мясо покипит, образуется пенка. Мы ее убрали, накрываем крышкой и варим минут 30 еще ждем. Кстати, варим на огне медленном. Ну как медленном? У меня здесь тройка на плите. Мы поставили на двоечку, не на самый медленный огонь. То есть на крупном самом не надо, чтобы все там кипело, бурлило супер сильно. Сейчас ждем 30 минут. Прошло где-то минут 30. Наше мяско продолжает вариться. Мы тем временем добавляем. Рис предварительно хорошо его промыв до этого. То есть надо, чтобы вся муть из него вышла. То есть мыть до той степени, пока вся муть не выйдет. 250 грамм у нас объем риса здесь. Ну то есть простой стакан 250 грамм риса. Добавляем в мясо. И варим до полной готовности и риса, и мяса. Накрываем крышкой и занимаемся зажаркой. Сейчас, друзья, будем заниматься зажарочкой. То есть мы сейчас на крупном огне у нас стоит накалила сковородка. Добавляем подсолнечного масла в меру, да, ни много, ни мало подсолнечного масла. Берем лучок. Смотрим, чтобы наша сковородка накалилась. То есть кидаем чуть-чуть лучок. Видно, в принципе, и без него, что все скворчит. Высыпаем лук. И аккуратненько помешиваем его, пассеруем. Пассеруем до золотистости. Не нужно, чтобы он был пережаренный или сильно зажаренный. Скорее он должен быть такой прозрачненький. И повторюсь, золотистость тоже должна быть. То есть далеко не убегаем, помешиваем, следим обязательно за ним. Друзья, обратите внимание, лучок наш пассеровался. Он стал местами прозрачный. То есть мы его довели до нужной кондиции. Стал золотистый, подзолотился. Мы его помешивали. Сейчас берем помидорки. Мы же не зря их приготовили. И самое время добавить их к нашему лучку. При этом нам нужно все это помешивать, чтобы все равномерно сейчас жарилось. Помидорки жарились с луком. Равномерно размешиваем. Все это у нас как бы тушится сейчас вместе. Помидорки должны очень хорошо протушиться. Они должны стать как бы такой однородной массы с луком. То есть мы помешиваем для этого их хорошенечко. И скоро будет самое время добавить кое-какие ингредиенты, которые я вам сейчас покажу. Видно невооруженным глазом, что помидорки наши хорошо протушились. То есть они стали такой, как я и говорил, однородной массы с луком. Сейчас как раз пришло время добавить томатную пасту, совершенно обыкновенную, купленную в обыкновенном магазине. 250 грамм, половина стакана томатной пасты. Добавили томатную пасту и сейчас самое время добавить ткемали. Это, кстати, ткемали обязательный ингредиент. Где-то пару столовых ложечек ткемали нам понадобится. И сейчас очень хорошенько-хорошенько это все и тщательно размешиваем, чтобы все ингредиенты распределились равномерно между собой. И все это дело у нас потушилось еще минуток 10-15. На медленном огне, кстати. Мясо, друзья, наше готовится где-то полтора часа. Зажарочка тоже доготовилась. Обалденный аромат на кухне стоит. Просто не могу вам передать. А сейчас самое время все это соединить, перемешать, чтобы это потушило все вместе. И опять же, очень важно, я покажу, какие приправы буду добавлять. Аромат с удовольствием вам передал, но это надо попробовать сделать, чтобы это почувствовать. Это все у нас получается как лечо, все красивое. Зажарочка. Добавляем ее к мясу. Выкладываем зажарочку и сейчас тщательно-тщательно все это размешиваем. Обязательно нужно выложить все, чтобы ничего вот этого вкусненького у нас в колородке не осталось. То есть выложили, тщательно размешиваем. И сейчас про приправы, то, что я обещал, я обязательно покажу. Видно, какой у нас становится цвет в кастрюльке. Да, все это преображается, наше блюдо. Оно будет сейчас еще красивее. Настолько это все вкусно выглядит. Я еще не приготовил, еще не добавил приправы, но уже весь слюной я зашелся. Хочется очень сильно попробовать, поскорее это продегустировать. Вот-вот, это скоро будет готово. Сейчас нам нужно будет только добавить приправки, о которых я говорил. Все такое красненькое, как мне и нравится. Очень люблю это блюдо. Добавляем по вкусу вообще 3-4 где-то зубчика чеснока, хорошего такого чесночка. Перец черный. Некоторые кладут чили. Но здесь чили можно, то есть опасно переборщить. Поэтому мы черный кладем. Кориандр молотый. Друзья, приправы кладите по вкусу. Пол чайной ложки калиандра. Чайная ложка перца черного. Соли. Столовая ложка где-то без горки у меня уходит на такое количество. Половина столовой ложки сахара обязательно. И хмель сунели тоже чайная ложечка. А, кстати, чуть не забыл. Лавруха тоже обязательно здесь будет в тему. То есть кинули 2 лаврушки. Дадим потушиться этому всему вместе еще где-то минуток 5. Все это дело хорошенечко перемешали. Сейчас самое время добавить зелени. Зелени добавляем тоже по вкусу. У меня где-то половина уйдет из того, что мы нашинковали. Добавили зелень. Перемешали. Накрыли крышечкой. Отключили плитку и пускай это все отдохнет и потомится минуток 5-10. И наше блюдо готово. Будем дегустировать. Сейчас самое время приступить к дегустации. Не терпится попробовать. Все очень вкусно. Здесь ароматы вот эти вот все. Мне нравится, когда харчо получается такой густенький. Посмотрите. Он густенький. Одновременно видно здесь лучок. Все вот эти ингредиенты перемешаны между собой. И цвет такой красноватенький. Кстати, некоторые добавляют грецкий орех и красноватый цвет уходит. Мне вот нравится такой вариант больше без грецких орехов. У нас русский народ такой. Он даже иногда в харчо картошку добавляет. Хотя вообще не кладут картошку в харчо. У нас очень хорошо. Опять же, посмотрите, приготовилось мяско. Очень хорошо приготовилось. Видно, что оно хорошо отходит от кости. Оно достаточно мягкое такое. Мяско у нас получилось. Кстати, мясо традиционно обычно тоже снимают с кости и добавляют назад в кастрюлю. Это так правильно делать. Я иногда прям с кости кушаю мясо. От кости очень хороший навар. Мяско очень вкусное, ароматное за счет приправ, за счет того, что это все вместе томилось и готовилось. Неимоверное вкусное мясо. Кстати, это правда действительно очень удобно, когда вы снимете мясо с кости, с косточки, да, и добавите в общую тару. Там размешаете. В общем, получилось очень вкусно. Друзья, пересмотрите видео сначала до конца. Повторите все рекомендации, которые я говорил, у вас получится вот такая вот вкуснятина. С вами был Олег Лейман на канале Найдите свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok